Да. Ну что, привет, Рустам, что называется? Привет, Валера. Да. Всем, коллеги, добрый день, кто присоединился к нашему подкасту, так сказать. Сегодняшний эфир или мастер-класс, как мы называем его, мы проводим в формате подкаста, поэтому сегодня увидите наши лица, наши портреты, но не видите презентации. Собственно говоря, кто мы такие? Меня зовут Валерий Опрег, я являюсь лидером практики философии бизнеса компании Umbrella Training and Consulting. Со мной мой коллега, партнер, друг Рустам Зерилов, генеральный директор компании Zerilov & Partners. Как вы помните, в октябре у нас стартует совместная программа инструменты рекрутмента для лидеров. Мы уже о ней говорили на первом вводном мастер-классе, вы можете посмотреть ее на YouTube-канале. Вот. А сегодня мы, собственно говоря, решили пообщаться на вот такую очень интересную тему, обсудить семь навыков высокоэффективных людей и соединить эту гениальную методологию с теми навыками, которые нам нужны в рекрутинге. Вот. Ну, дам слово Рустаму. Рустам, если что-то важно сказать тебе, будь добр, представься, скажи, ну и так сказать, предвкушение нашего общения. Спасибо, Валера. Я с 2000 года работаю в HR и в рекрутинге, постоянно сталкиваюсь с абсолютно различными ситуациями, очень много практических вещей, которыми хотелось бы поделиться, но база всему – это все навыки и принципы, которые вы используете, и поэтому мне нравится вот этот момент в плане подхода, то, что мы с Валерой здесь вам будем рассказывать, то, что базовые фундаментальные навыки, которые вы себе найдете и примете к сведению, в дальнейшем они вам будут давать очень такой хороший эффект, где-то даже мультипликативный эффект, поэтому кажущиеся простые вещи сейчас в работе могут очень сильно помочь. Поэтому будьте внимательны и постарайтесь… И делайте записи. Да, и делайте записи, и постарайтесь максимально для себя посмотреть на, ну, скажем так, со своего угла и своей точки зрения посмотреть на эти вещи, которые вам предлагаются. Да, супер, спасибо большое. На самом деле я вот с тобой согласен целиком и полностью. Сам я прошел тренинг в 2018-м, и, ну, я должен сказать, что это довольно-таки кардинально преобразовало, изменило мою жизнь, то, как подхожу к ведению бизнеса, к управлению проектами, клиентами и так далее. Вообще нужно сказать, что, вот, собственно говоря, как компания FranklinCovid позиционирует вот эту систему, как некую операционную систему любого профессионала и лидера, которые стремятся к достижению выдающихся результатов, не только сегодня, но и завтра, послезавтра, и, собственно говоря, вот все время, ну, что нам отведено на этой планете, что называется. И мне кажется, это тоже очень откликается организациям в управлении талантами, рекрутингом, потому что, как мы помним, да, рекрутинг – это все-таки такая совместно разделенная ответственность между чар-командой и лидерами организации, соответственно, ну, вот их взаимодействие, да, то, насколько они будут эффективны, проактивны, да, если говорить уже первым навыком этой системы, ну, будет зависеть успех организации. Да, ну, вот предлагаю, так сказать, пробежаться по каждому навыку, да, и посмотреть, как это преломляется в рекрутинге. Вот Рустам обладает шикарным опытом, да, в рекрутинге как массового персонала, так и экспертных должностей, собственно говоря, топ-менеджеров, да, и у него, скажем так, очень обширный опыт, да, и, самое главное, очень много примеров из жизни, да, того, как это преломляется и чем это кому грозит. Вот, ну, первый навык, да, наверное, все вспомнят его, это навык проактивности. Проактивность, она всегда противопоставляется реактивности, да, если говорить про реактивность, это, ну, такая незамедлительная реакция на окружающую действительность, да, вот мы ехали на машине, нас подрезали, и мы тут же сразу среагировали и сказали, ну, какой ты молодец, да, что ты меня подрезал, вот. Проактивность, да, это более, скажем так, разумный подход к действиям, когда мы все-таки смотрим на то, а стоит ли на это среагировать, да, и когда мы помимо каких-то непосредственных эмоций, да, мы сопоставляем их с тем, собственно говоря, а как это согласуется с тем, кто я есть, да, какие мои цели и так далее, и так далее, вот. Ну, вот если говорить про бизнес-контекст, да, то проактивность, это все-таки про то, насколько мы понимаем окружающую действительность, да, и вот что определяет мышление наших конечных пользователей, да, вот мы в рекрутинге работаем с руководителями, да, и нам очень важно понимать, да, что для них важно, да, вот чем они руководствуются, вот. Ну, и еще один момент, да, это вот тоже касается, скажем так, мышления, да, насколько мы, смотря на окружающий мир, да, видим либо возможности, либо ограничения, да, ну, в работе это тоже всякий раз возникает, да, ситуация во взаимодействии, как с внутренними клиентами, так и с внешними, да, там, какие-то конфликтные ситуации, для кого-то это какой-то провал, хиаско, для кого-то это возможность, ну, улучшить эти отношения, да, выстроить их по-другому. Ну, вот, Рустам, слово тебе, да, как ты видишь проактивность, и как это преломляется в рекручении? Особенно важно для внутренних рекрутеров, HR-ов и руководителей, первых руководителей компании. Внешним рекрутерам, конечно, это, возможно, применимо, потому что строится долгосрочное отношение с клиентом. Но, что я хотел сказать, вы, когда работаете, у вас вакансия отникает в сию минуту, то есть не сегодня вакансия возникла, не так, что человек хлопнул терею, и у вас образовалась вакансия. Вы должны уже заведомо знать заранее, где у вас освобождаются, появляются вакантные места. Очень важный документ, там, тот же самый Manpower Plan, который делается во многих серьезных компаниях, годопланирование вакансий. И даже если не брать годовое планирование, элементарно вы понимаете, что кто-то собирается уйти из той или иной позиции, той или иной должности, и, значит, вам нужно будет в дальнейшем заполнять эту вакансию. Проактивный подход поможет планировать свои ресурсы, свои силы. Конечно же, очень важно, чем раньше, тем лучше и знать, как вы собираетесь закрывать эту вакансию. Если у вас для этого внутренние ресурсы в компании, или вам нужно будет прибегнуть к поиску внешнего кандидата, или, может быть, вы подошли к этому еще умнее и позвращиваете замену уже внутри департамента. То есть тут варианты различные для того, чтобы заполнить вакансию. HR важно эффективно закрыть вакансию. Нету первой причины обязательно бежать в открытый рынок за кандидатом. Если ты сумел воспитать внутри организации, прекрасно. Значит, у тебя есть проактивный подход. Вкратце, по-моему, очень даже понятно про проактивность. Окей, окей, супер, спасибо большое. Ну, вот что я отметил для себя, значит, это вот то, что мы называем проактивный сорсинг, такое снабжение талантами нашей организации, четкое понимание того, как мы будем проводить реплейсмент, замену сотрудников. Собственно говоря, если мы смотрим на более долгосрочную перспективу, как выглядит наш succession план, то есть план преемственности. Ну и еще, мне кажется, вот одна еще очень важная вещь, которая опять-таки про проактивность, это четкое понимание того, что помимо онбординга у нас всегда есть оффбординг. И даже на этапе вообще онбординга, перед тем, как мы что-то начинаем интегрировать в нашу организацию, мы должны на этапе рекрутинга понимать, какой у нас инвестиционный кейс. То есть как долго, к примеру, этот кандидат проработает в нашей организации, два, три года, четыре года, и, собственно говоря, какой у нас те инвестиции, которые мы делаем, они как бы оправдываются, и что мы будем делать, когда через четыре года мы понимаем на этапе рекрутинга, что нам нужно будет через четыре года попрощаться с кандидатом. Хорошо, отлично, спасибо большое. Тогда давай посмотрим на второй навык. Это навык «Начинайте, представляя конечную цель». Это про формирование образа конечной цели, про важность того, насколько мы ментально представляем себе будущий результат в очень хороших деталях, не просто крупными мазками. Ну и, собственно говоря, это про то, насколько мы видим связь между миссией бизнеса, миссией функции, где мы, собственно говоря, рекрутируем какого-то кандидата в какую-то должность, и командой и той роли, которую он будет выполнять. Вот как это выглядит на практике в рекрутируем? Очень классно. Особенно говорят, когда лидер или руководитель, например, имеет талант визуализировать, и даже так называют визионер, когда может посмотреть далеко вперед. Это важный вообще, в принципе, навык для руководителей и лидеров. А для менеджеров, рекрутеров и вообще в рекрутинге, насколько четко вы можете править себе конечную цель и того кандидата описать в идеале, вот оказаться, грубо говоря, виртуально на этой машине, в день его выхода на работу. Насколько вы можете прописывать в своей голове, визуализировать его навыки, что он будет делать, какие ему необходимы знания, где у него есть подводные камни, с какими трудностями он столкнется, что нужно для этого, как его нужно подобрить, предупредить и так далее. Насколько вы все детально сможете представить, тем лучше вы к этому результату придете. То есть это поможет вам ставить путь до этого результата. Это, грубо говоря, та точка B, которую вы представите, и вот вы со сочки A ниточку протянете до нее, и, соответственно, вы сможете свой поиск выстраивать, что, ага, все-таки мне нужно знание английского языка, или наоборот, допустим, мне нужно, оказывается, знание английского языка, и мы в своем поиске вычеркиваем эту потребность в критериях отбора. Допустим, нужно все-таки, он будет сталкиваться каждый день в работе, например, с сотрудниками склада, логистики, или еще что-нибудь, и лучше пусть он знает 1С склад, или какие еще связанные с supply chain, например. То есть, насколько мы детально сможем проработать конечную цель, настолько проще нам будет к ней добраться. Окей, окей, супер, спасибо большое. Как ты думаешь, вот, на твой взгляд, когда мы говорим про миссию функции, команды, непосредственно должности, и связываем ее с миссией самой организации, насколько важен, и реально ли это на самом деле, делать связь между миссией самого человека, кандидата, будущего сотрудника, и миссией его роли в организации? Насколько вот эта связь между этими двумя предназначениями, она важна для нас, прикручен? Она может быть важна, если в идеале личная миссия человека, его роли, дружат друг с другом, это будет прекрасно, это идеально. Конечно, бывает ситуация, что роль у человека в компании одна, он в своей миссии отличается, и у нас эти отличия, скажем так, сильно, и не могут дружить с друг другом, тем самым это будет мешать. А чаще всего человек выберет в конце концов по итогу свою личную миссию, то есть он просто-напросто поймет, что его личная миссия не сходится с ролью в компании, и чтобы жить, скажем так, той миссией, или, скажем так, своей мечтой, своим путем, он примет, в тот или иной момент он примет решение. Поэтому, конечно, в итоге, конечно, в идеале, чтобы это было бы вместе, но хотя бы как-то шло параллельно и дружило друг с другом. Окей. Ну, а вот исходя из твоей практики, как ты, по твоим наблюдениям, вот где больше всего идет совпадение между миссией роли и миссией самого человека на операционном уровне, на уровне экспертов, на уровне руководителей, где более, ну, грубо говоря, осознанные кандидаты? Честно сказать, со стороны кажется простой вопрос, но очень многослойный, очень глубокий. Однашная, конечно, не ответишь. ситуация бывает разная. Постараюсь так сказать. Наверное, на уровне экспертов чаще всего это наиболее высокий момент Сергея, когда личная миссия связана с ролью. потому что тогда человек живет этим, он становится вот этим узким экспертом, он кайфует от своей работы, и это вот в этом ключе частью. А когда ты руководитель, у тебя очень много, например, неопределенностей. Чем выше руководитель, тем больше неопределенностей. Соответственно, больше стресса, больше разноплановых задач. Ты должен смотреть очень много за различного рода людьми, персоналом, бизнес-процессом и так далее. Там очень сложно жить своей миссией. Когда ты находишься на уровне специалиста, ты получаешь, сверху тебе прилетает куча задач, которые не все тебе нравятся. У тебя там миссия одна, а тебе прилетают там 9 из 10 задач, которые не связаны с твоей миссией. И ты, бедный, вот этот вот серая лошадка, ты должен все это нести. И тоже там не очень. Поэтому, да, тут ты, пока ты не эксперт или пока ты не руководитель, а там ты уже терпишь, потому что ты руководитель и у тебя есть ответственность на плечах и ты должен руководить людьми и где-то, наверное, поставить в уголок некоторые свои душевные миссии и так далее, отложить на время и еще что-то. Вот. Наверное, вот, чтобы как-то упростить, вот, наверное, такой мой ответ. Ты знаешь, шикарный ответ, на самом деле, он подтверждает все мои наблюдения в работе с руководителями, потому что, ну, кто такие руководители? Это вчерашние эксперты. И, к сожалению, ну, вот эта вот трансформация от экспертного мышления к лидерскому мышлению, к сожалению, она не происходит, потому что меня назначили. Она происходит, потому что человек сам пересмотрел свои парадигмы, свои установки, свое мышление, инструменты, практики и так далее. И насколько он осознал, что он-то, собственно говоря, не только руководитель, вернее, он уже не эксперт, но он и не руководитель, а он прежде всего лидер. А это, ну, как ты помнишь, это вообще совершенно другая такая, другой космос, космос, другая вселенная. Поэтому вот здесь вот, ну, мне кажется, меньше всего, да, таких совпадений, хотя потенциал, да, у этих ролей гораздо выше, да, как с точки зрения воплощения в реальность, так и с точки зрения возможности, да, для развития. Ну, здорово, тогда давай двинемся дальше. Значит, у нас следующий навык, это сначала делайте то, что нужно делать сначала. Это, по большому счету, про приоритизацию, насколько мы, собственно говоря, умеем различать важное и срочное, и неважное, и несрочное, да, в каком квадранте мы, собственно говоря, живем, и не только профессионально, но и по жизни, да, я думаю, что многие согласятся, что есть друзья, которые всегда чего-то там тушат, не только на работе, но и в жизни, вот, и насколько профессионалам и лидерам удается жить в квадрате важно, но не срочно, да, то есть, опять-таки, это некий такой проактивный фокус на будущее, на создание каких-то будущих успехов и возможностей. Ну, вот, когда мы говорим про навык приоритизации, да, мы в профессиональном контексте подразумеваем связь между эффективностью и результативностью, к сожалению, русский язык это не всегда отражает, в английском мне это очень нравится, есть effectiveness и есть efficiency, да, effectiveness это то, насколько мы достигли той цели, которую хотели достичь, а efficiency это о какую цену мы за это заплатили, да, то есть, мы можем быть эффективны, но не результативны, грубо говоря, да, и наоборот. Ну, и что вот еще нам очень важно вот в этом навыке, да, вспомнить, что это про понимание того, а что важно окружающим, да, то есть, хорошо, у меня есть свои собственные приоритеты, у меня есть приоритеты на работе, в моей роли, в моих проектах, но мы понимаем, что мы взаимодействуем с другими, да, соответственно, нам важно еще и учитывать приоритеты других, да, в частности, стэкхолдеров, с кем мы пересекаемся, да, в том числе и в управлении людьми, там, в учаре, в лидерстве, в управлении и так далее. Вот как этот навык преломляется, исходя из твоих наблюдений, твоей практики в рекрутменте? Да, в рекрутменте вы общаетесь с очень многими людьми, у вас возникают различного рода коммуникации, отношения, ощущения, впечатления, с кем-то вам приятно общаться, с кем-то вам неприятно общаться. Как любой человек, вы хотите общаться только с теми, с кем вам приятно, кто вас раздражает, с кем вам не нравится общаться, вы откладываете на второй, на третий пункт. Не буду себе портить утро, пообщаясь с теми, кто мне нравится. С ленью это не всегда так. Вы не можете выстроить свою жизнь, что вам будет только там, где вам приятно. Поэтому здесь нужно учитывать интерес интерес вакансии, интерес бизнеса, интерес рекрутмента, в первую очередь. Потом, засучив рукава, все эти страшные коммуникации, нужно выполнить, набраться смелости, искать все, что меня раздражает. Все это мерзкое, я все равно это сделаю. Это раз. Вторая, это борьба с прокрастинацией. Прокрастинация, это бич всех рекручеров, когда вы хотите жить в квадратике, важно, но не срочно, но вы самолично делаете все это срочным и важным, потому что вы прокрастинировали неделю. И вместо того, чтобы сделать это здесь и сейчас, когда вас об этом уже попросили Валера и Рустам, вы взяли, не отложили, и у вас все превратилось из несрочного в срочное. Поэтому очень важно во время приоритизации помнить не бояться, не лениться, не прокрастинировать. И тогда вы сможете делать вещи здесь, и сейчас. Спасибо большое. Ну, в твоей жизни были, в профессиональной жизни, были ли случаи, когда прокрастинация, она помогла в решении какого-то рекрутингового проекта или рекрутинговой задачи? это на уровне интуиции, безинтуиции. Это когда вы имеете опыт и у вас есть предчувствие или, скажем так, чуйка, нужно остановиться. Это когда обычно начинается какая-то резкая заварушка, и вы понимаете, что нужно просто эмоции отложить и посчитать до, как говорят, посчитать до сорока, подожди, возможно, вся эта проблема не стоит реакции. Это, опять же, не бросаться в огонь и не реагировать очень реактивно, быстро, сделать шаг назад, подумать лишний раз. Но это нужно делать только когда у вас есть опыт с этим. И когда у вас есть чуйка, а чуйка, интуиция, это результат продукта обычно опыта. Соответственно, вот в этот момент вы заметите, что обычно опытный эксперт, зная, что там ничего не выгорит или еще что-то, он начинает неосознанно прокрастинировать. И вы замечаете, и обычно, если вы не понимаете этого, вы начинаете спрашивать, а почему вы это откладываете? И опытный человек вам говорит, да нет, говорят, пусть эта бумага отлежится, пусть вот у меня это подождет на столе. Вот у меня чувство, что сегодня подписывать не надо, завтра подпишем, или там вот этот разговор нужно отложить, как мудрость бумага лежатся, надо переспать с этой мыслью и так далее. То есть это все не про прокрастинацию, это прокрастинация во имя там того, либо вот такого хорошего. То есть вот в этом случае, да, такая осознанная прокрастинация, она помогает. Хорошо, спасибо большое. Будем теперь иметь в виду. Ну что, а мы тогда двигаемся к следующему навыку. Это навык думайте в духе двойного выигрыша. И вообще нужно прежде всего здесь понять, что это все-таки промышленность. Насколько мы, скажем так, получая какой-то выигрыш во взаимодействии, в проекте, в работе, в общении, очень четко понимаем, а каков будет выигрыш нашего партнера, нашего собеседника, нашего коллеги, либо родственника и так далее. И вот здесь возникает история про так называемый эмоциональный банковский счет. Если представить, что отношения с каждым, кто находится в нашем окружении, это некий банковский счет, то мы, каждый раз развивая отношения, делаем определенные вклады на депозит этого счета. И, конечно, это эмоциональный вклад. Мы должны помнить, что помимо обкладов бывает еще и снятие, то есть тогда, когда мы можем не очень-то позитивно повлиять на развитие отношений, нарушить доверие и так далее. Так вот, взаимный выигрыш возникает тогда, когда мы понимаем, какова эмоциональная валюта каждого из стейкхолдеров, с кем мы взаимодействуем, когда мы больше делаем вкладов, чем снятий, тем самым мы оцениваем всегда качество отношений. Я вспоминаю сюда пример одной из сессий или встреч, лучше сказать, с управленцами, которые решили, скажем так, подумать, а как им решить проблему с одним из управленцев. И вот один из ключевых вопросов, на который мы наткнулись, а собственно говоря, а какой уровень отношений у вас с этим стейкхолдером, и что вы делали последние месяцы, годы, для того, чтобы эти отношения развивались. Ну, как мы и предполагаем, ничего не делали, никак не развивали. Соответственно, вот насколько мы можем подразумевать, что я-то свой выигрыш всегда знаю, но насколько я знаю выигрыш своего оппонента в ситуации. Что лежит в основе взаимного выигрыша, мышления взаимного выигрыша? Это установка на изобилие, что всего здесь и сейчас достаточно. У всех есть все ресурсы в наличии, никто ни за кем не гонится, никто ни у кого ничего не отнимает. Как на одном тренинге один руководитель сказал, да вы что? Я, говорит, живу в ситуации постоянного постоянной такой жесткой убийственной конкуренции. Я постоянно в ситуации, когда мой кусок рынка кто-нибудь откусит. Но мы понимаем, что скорее всего это не установка на изобилие, это больше на дефицит. Она порождает определенное мышление, соответственно, действия, которые возникают. Ну и результат, как правило, не про синергии, не про взаимодействие, не про сотрудничество, уж тем более не про взаимный выигрыш. Ну в бизнес-контексте, когда мы управляем эффективностью наших сотрудников, важно еще заключать вот такие договоренности взаимного выигрыша. То есть если мы вступаем в отношения сотрудник и работодатель, то четко ли мы прописали выигрыши от этих отношений. И что будет, если эти выигрыши не случатся? Будет ли это взаимным выигрышем? Ну и, собственно говоря, что будем делать в ситуации, когда никто не выиграл? Вот поделись, пожалуйста, Рустан, с твоей перспективой, с твоей практики, как это преломляется и в том числе в рекроплите. Того человека хочется немножко защитить в том плане, когда сказал, что находится постоянный конкурент, то понятное дело, что win-win он будет выстраивать со своими клиентами. В принципе, с конкурентами ему-то win-win отношения выстраивать и не нужно. То есть, если где-то возможность, конечно, пожалуйста, но конкуренция это конкуренция, это как дроида, то есть, тут речь о квадратном, там о зеленом. То есть, здесь он должен думать о том, что выстраивать win-win отношения это вот с теми, с кем ты выстраиваешь клиенты, сотрудники, стейхолдеры и так далее. Все должны выигрывать. А так, если ты успешный бизнес, да ты, в принципе, анализируешь конкурентов, но ты, как говорит Рован, идёт собака лает. Делать просто своё дело. В рекрутменте win-win должно быть, грубо говоря, так. Ты выстраиваешь долгосрочные отношения. Ты выстраиваешь долгосрочные отношения с кандидатом, ты выстраиваешь долгосрочные отношения с сотрудниками, с компанией, если ты рекрутер внешний, то с клиентом. То есть, ты не делаешь так, что вот сейчас внешнему клиенту, я внешний рекрутер, своему клиенту пропихну кандидата, лишь бы заработать деньги. Да, сейчас на шорт-ран, на короткую дистанцию может ты выиграешь, но на долгосрочную ты проиграешь. То есть, так не нужно делать. Соответственно, с кандидатом хорошо ты сейчас ему, как говорится, в три короба наврем, красиво, мягко постелишь, где-то недорасскажешь, введешь в заблуждение, устроишь работу его мечты, которые потом окажется, что далеко не так, то эта ответственность так или иначе бумерангом вернется к тебе, и это не вын-вын отношения. Поэтому долгосрочность отношений совместная, вообще, забыла друг о друге, что в данном случае должна твоя сторона заботить, допустим, как рекрутер или как HR, ты думаешь о том, чтобы кандидат, который я нашел, подошел в департамент, чтобы департамент подошел к кандидату, то есть, тебе все эти аспекты нужно пазл собрать, всех поженить. Вот. В этом случае вын обязательно. Если он не работает, это будет недолгосрочное отношение. Так или иначе, кто-то для себя примет, сделает выводы, чаще всего это кандидат, который принимает вывод, что надо уходить, что он принял неверное решение, что его ввели в заблуждение. Все же все равно уходят отношения через обесценивание, поэтому он будет стремиться к тому, чтобы как-то обесценить начальник, через начальник, через HR, вот вы меня ввели в заблуждение, обещали одно, то есть, уже не будет идти к консенсусу. Да, может HR вмешаться по ходу, если вдруг оказался заложником ситуации, можно попробовать разрулить, не дать на руки опускать, можно посмотреть ситуацию из win-lose попытаться сделать win-lose путем переговоров, путем объяснений, как работодателя, как представителя департамента, как начальника отдела, так и кандидата. если вы допустим дедат и попали в такую ситуацию, вы можете тоже выходить на какие-то переговоры. Самое главное здесь наверное энергия, желание чтобы прийти к чему-то, вот прийти к этому win-win, если этого нет, то как говорится, на нет и ничего не будет. а вот если будет желание все-таки прийти к ценсусу, к win-win, тогда есть шанс на то, чтобы за столом переговоров что-то случилось хорошее. Вот, да, базово win-win должно быть в голове, когда мы стремимся нанять человека, либо мы хотим устроиться на работу, либо мы первый руководитель, хотим объяснить HR-у и не сказать на него работу, что ты мне принесешь людей, и ты будешь стопроцентно отвечать за то, что они удержатся в моем департаменте последующие 35 тысяч лет. Соответственно, ты должен с ним разделить. Ты начальник отдела, у тебя win-win должен быть с HR-менеджером и директором. Вы должны вместе win-IT, чтобы у вас получилось. И то же самое HR-менеджер и директор с своим стейкхолдером тоже должен стремиться к win-win. Сейчас вообще говорят, должно быть win-win-win, triple win. Ну, ладно уж, до такого не будем сейчас. Хотя бы базовый win-win. Спасибо. большое. Ну, я с тобой целиком полностью согласен, что нам очень важно проследить взаимный выигрыш в нескольких перспективах. Это компания и кандидаты, это HR-кандидаты и линейный руководитель, и это HR-команда и линейный руководитель, нанимающий менеджера. Потому что при всех этих трех взаимодействиях выигрыши разные и ожидания у стеклодеров в том числе разные. Но вот еще я хотел бы вспомнить про, скажем так, еще один вариант взаимного выигрыша, который называется win-win или no deal principle. То есть либо все выигрывают, либо никто, и тогда мы собственно говоря не идем на сделку, никто не участвует, но выходим из вот этого взаимного выигрыша. Вот были ли такие случаи, собственно говоря, в чем, где они могут проявляться, в частности в рекрутинге? В рекрутинге могут проявляться то, что вы, допустим, как рекрутер внесете ответственность. То есть сейчас на данный момент кандидату проще согласиться, потому что у него нет альтернативного оффера, предложения, и он идет, наступает себе на горло, соглашается с предложением, лишь бы перекрыть текущие базовые свои необходимости, платежи и так далее. Через какое-то время, года, обычно год, он приходит в себя, у него уже есть базовый какой-то стабильный доход, и можно искать работу своей мечты, то есть, грубо говоря, пересидеть ему получилось в этой компании. и вот, когда HR или рекрутер не замечает вот этого момента, пропускают, работодатель проигрывает тем, что человек пришел, пол работает, сидит по сторонам, как говорится, в свободное время ищет вакансию в HeadHunter и в других источниках устраиваться на работу, а здесь он просто для того, чтобы получать зарплату на свои жили-были. Это когда человек соглашается на win-lose, и win-win здесь нет win-win, то есть опять же недолгосрочные отношения, допустим ситуация, когда работодатель соглашается, ладно, мы берем этого супер дорогого кандидата, он будет у нас работать, мы берем за эти огромные деньги, через какое-то время работодатель недоволен, зато вместо 100% платит 200% или 300%, у него бюджет, он видит выхлопы, которые хочет, и у него начинается, что у него начинается, он начинает требовать, я буду с него сейчас требовать в 3 раза больше, или я буду параллельно искать, все-таки, вот я торопился, он был этот там инженер какой-нибудь, супер электронщик, я теперь буду из него выжимать, воспит другого, или искать на стороне, но вот мне нужно быстрее, быстрее заменить, чтобы перестать тратить эти огромные деньги, то есть опять же вот это отсутствие win-win приведет к тому, что это будет недолгосрочное отношение, ну и допустим тот же самый членджер, к примеру, роль такая, пришел, ему говорят, вот нам нужен такой-то кандидат в департамент, вот, занимайтесь, давайте, ищите, у вас три дня, HR председатель объясняет, что на этот поиск мне нужно вот столько-то информации, мне нужно съездить на экскурсию на завод, посмотреть, чем заняться, чтобы погрузиться в это, я буду заниматься 3-4 недели поиском, отбором, а ему говорят, у тебя нет времени, все, в общем, завтра должен сесть ночью, найти этого кандидата где-нибудь из-под полы и принести, все, то есть, эта ситуация тоже не win-win, и, соответственно, что будет, стресс, неправильный кандидат, либо отсутствие кандидата, и стороны не выиграют, потому что не слушают друг друга, и не чтобы это была ситуация в рамках win-win, вот, поэтому для меня отношение такое, что win-win, no-deal, это вполне себе нормально, обычно я так с клиентами, когда общаюсь, у меня очень часто бывает, что клиент хочет все и вся, и уже вчера, я им объясняю, что мы не сможем вас обслужить, то есть, лучше отдаться, чем идти на такую сделку, или, допустим, какая-то сделка где-то совестью, то есть, опять же, лучше отказаться, чем где-то перепад через себя, наступать на горло, для того, чтобы исполнить чью-то прихоть, и ты понимаешь, что это неправильно во всем статьям, но как будто бы бизнес есть бизнес, и надо это делать, такие отношения ни к чему не приведут, поэтому лучше отказаться, как говорится, есть деньги халяльные, да, спасибо большое, на самом деле, мне кажется, для организации, это, наверное, проявление большого мужества, когда организации, нанимая людей, да, они остаются в этой парадигме двойного выигрыша, либо они, собственно говоря, не идут на эту сделку, наверное, не всякая организация на это решится, вот, но, опять-таки, наверное, это тот идеал, к которому мы должны стремиться, да, в том числе в рекрутинге, особенно в рекрутинге, потому что здесь, опять-таки, очень много рисков на входе, да, ну что, двигаемся тогда к следующему навыку, это навык стремиться быть, стремиться прежде всего понять, а потом быть понятым, это навык, который прежде всего о том, что, ну вот как у доктора, да, вначале мы делаем диагностику, потом даем какой-то рецепт, да, и лечение, то есть о готовности не делать, да, какие-то скоропалительные выводы, да, давать кому-то какие-то, скажем так, рецепты, да, без понимания контекста, проблемы, причины и так далее, и так далее. В то же время, что способствует, да, вот реализации навыка понять, а потом быть понятым, это, конечно же, навыки слушания, слушания эмпатического, да, оно предполагает отражение эмоций, прежде всего, ну и один из таких вот врагов, да, эмпатического слушания является автобиографическое, когда мы слушаем, но слушаем через себя, да, то есть, какой-то призм своей собственной жизни, опыта, принципов, понятий, да, и, собственно говоря, вот любые вещи мы интерпретируем, ну, грубо говоря, в свою пользу, либо, как иначе говорят, да, в меру своей испорченности. Вот. Я думаю, что это тоже, да, очень сильно находит отклик в рекрутменте, да, особенно, если мы возьмем, ну, один из таких инструментов, как интервью, да, которое имеет свою определенную природу, да, и вот я очень часто работаю с руководителями, да, мы развиваем вот это понимание, да, что интервью – это все-таки исследовательский проект, да, это не просто проставление галочек относительно того, что сказал, не сказал, было, не было, прочувствовали, не прочувствовали. Вот на твой взгляд, насколько, с чем сопряжено в рекрутинге вот отсутствие, либо наоборот, развитие этого навыка? Очень важный навык. От того, как вы умеете хорошо слушать, лышать, будет зависеть, сможете ли вы понять человека, заказчика, кандидата, вообще любого собеседника. В частности, это понимание мотивов, понимание мотивации. То есть, когда вы сможете не через себя пропустить, там, не через призму своих каких-то установок и так далее, а посмотри именно с точки зрения человека, оппонента этого или собеседника, и попробуйте его понять в той ситуации, посмотреть на это со стороны, уметь правильно именно услышать его мотив, то есть, почему он так поступил. Потому что мы очень часто спрашиваем, а что вы делали, допустим, а как вы это сделали, почему вы так сделали, а чего вы добились этими действиями. То есть, изучаем историю кандидата, допустим, проходим по режиме. Если вы умеете правильно копать, правильно анализировать полученную информацию, то тогда вы выиграете тем, что у вас будет более глубокий или адекватный анализ, и вы сможете более правильно делать выводы. и очень часто есть такой юморной момент у рекрутеров, когда молодые рекрутеры, они могут определить, правильный кандидат или нет за первые четыре минуты. Человек зашел, головой махнул, сел, решили на стол, положили, и он уже знает, это наш человек или вы не хотите. Очень часто этим грешат первые руководители. То есть, им кажется, что они за свои 20 тысяч лет уже пересмотрели всех и вся, и они уже по запаху, по первому взгляду, ну, у него в животе или нет, он уже знает, будет этот человек работать или нет. Это неправильно. Судить книги по обложке, как говорится, уже это классика до жанра не стоит. Удостойтесь, пожалуйста, всегда, всегда всех прошу, удостойтесь, пожалуйста, времени, уважения, сядьте перед интервью, изучите резюме человека и перестаньте его читать во время интервью, изучать его присутствие, работодатели очень часто грешат и рекрутеры. Человек пришел на интервью, он только при нем начинает читать. Ага, вы здесь учились? Ты должен занять, подготовиться, приготовить вопросы, проанализировать, подумать, а не сидеть перед ним и это изучать. так же и кандидат. То есть, приходишь в компанию, зачем пришел, не знаю куда, не знаю зачем. Изучи компанию заранее, почитай, посмотри на сайте, спроси у знакомых, созвони с теми, кто работал в этой компании, элементарно. Ну, то есть, это очень важно, чтобы такие вещи делались, скажем так, правильно. Спасибо. Да, супер, спасибо большое. Ну, вот, я для себя отметил, да, вот этот момент, все-таки, понимание, да, истинных мотивов кандидатов и вот здесь еще продолжение, да, наверное, важно сказать, что их сравнивать с мотивами, которые нужны в этой роли, да, в этой должности, потому что очень часто, да, мы сравниваем, особенно руководители, да, ну, может, даже рекрутеры, да, там, или HR-менеджеры с представлениями о собственной мотивации, да, что, собственно говоря, является неким проявлением предрассудков, да, то, что мы называем biases, в том числе и для руководителей, да, когда они говорят, ну, вот он был похож, он так похож на меня в молодости, да, он будет замечательным, как бы, да, там замечательным сотрудникам, давайте брать, как говорится, весело из песни. Да, ну, вот следующий навык, это навык достигать синергии, да, то есть находить третью альтернативу, находить общие точки соприкосновения, это немножко противоречит общепризнанной такой истине, да, идти на консенсус, потому что консенсус, как правило, предполагает отщипывание каких-то вещей от обеих сторон, да, то есть, ну, где-то это не win-win, да, это не взаимный выигрыш. Синергия, то есть тогда, когда мы понимаем, что и эта альтернатива хороша, и эта хороша, но мы давайте найдем что-то еще лучше, да, что будет удовлетворять требования обеих сторон. Ну, вот с точки зрения синергии в команде, да, мы помним, что это про четкое понимание, это может быть больше вот теперь про лидерские команды, управленческие, это понимание сильных сторон своих коллег, да, умение опираться на них, и в то же время готовность компенсировать их слабые стороны, да, ну, вот, наверное, со второй частью, да, здесь еще сложнее, чем с первой, но, тем не менее, да, вот, если говорить там про управленцев, да, то мы понимаем, что, скорее всего, это про то, что они умеют использовать различия, да, разных людей для того, чтобы обогатить решения, практику, либо результаты, проекты и так далее. Вот, что здесь очень важно нам учитывать в процессе рекрутки? наверное, то, что, как было сказано, достигайте синергии, да, то есть, это не говорит о том, что мы в ней прям живем всегда в этой синергии, но мы должны жить по принципу, чтобы стремиться к этой синергии, и синергия в данном случае, это будет результатом мульти разных дел, которые в итоге, в результате, дадут вот эту синергию, и чтобы мы ее достигали, мы должны и думать в духе win-win, и взаимоуважать, слушать уметь, да, то есть, и все, почему об этом говорится-то не сразу, то есть, когда вы все эти навыки, да, устремления свои, так называемые, да, эти намерения, неты свои, двигаете в этом направлении, то результатом и будет синергия, поэтому, еще и здесь, допустим, элементарные вещи, как, например, принцип diversity, да, то есть, очень часто спорят, да нет, ну что вы там за diversity, не нужно нам, чтобы смешивать команды, там, женщины, мужчины, разные возраста, там, разные национальные, все исследования показывают, что диверсифицированные команды разных возрастов, разной тональности, разных гендеров, да, они работают более успешно и более долгосрочно, чем, допустим, какая-то команда из только одного возраста, только одного гендера и только одной, например, национальности, и эта команда будет в проигрыше, то есть, опять же, diversity, часть того, что вы будете стремиться к синергии, и, в мое внимание, в рекрутменте, вы будете достигать синергии, если вы к ней будете стремиться, если вы будете выполнять целый ряд принципов в подборе, в рекрутинге, и не отступать от этого, стараться ищать, и в итоге будьте вознаграждены именно вот этим, полезным словом, синергию. Окей, супер. Скажи, пожалуйста, Рустам, вот на твой взгляд, а в чем должна проявляться синергия в процессе отбора? Помнишь, мы выделяем в нашем тренинге несколько практик, одна из них, это отбор лучших, вот в чем синергия должна проявляться на этапе отбора лучше? Ну, элементарно, например, сотрудничество между HR и департаментом, который нанимает. То есть, да, этапы, то есть, весь пункт, он может быть четко описан для департамента и для HR департамента, то есть, для департамента для заказчика и для HR. И базовые обзвоны интервью, например, может насять HR, а технические, допустим, где требуется экспертиза, низкое интервью берет на себя, допустим, какой-то представитель департамента. Либо бывает такое, например, делается опросник на входе, чтобы спросить у кандидатов. Этот опросник утверждается в департаменте, но будет обрабатываться HR-ами. То есть, это совместная работа. И вот эта синергия, которая достигается через взаимный интерес друг к другу, уважение, понимание общего, дела, что мы должны в конце концов вместе закрыть эту вакансию. И тогда департамент стремится дать инструменты, HR стремится отработать и администрацию процесса правильно, как пример. Окей, окей, супер, спасибо большое. Да, ну и тогда вот, собственно говоря, последний навык, навык затачивания пилы. Если говорить про, скажем так, про профессионалов, скажем так, нас как про личность, это про восполнение эмоциональных энергетических ресурсов, то есть, насколько мы уделяем развитию своего тела, своей души, своего разума, интеллекта и сердца. Сердце – это про отношения, с самим собой отношения, с окружающими, с коллегами в том числе, с соседями, с родственниками и так далее. Ну, если переложить вот затачивание пилы, да, в организационный контекст, либо в бизнес-контекст, то здесь возникает история про четыре мотиватора, да, и мы, собственно говоря, вот этот навык мы всегда сравниваем с практикой мотивации вовлечения в будущие успехи, да, как одна из практики, практик рекрутмента и предонбординга. Так вот, четыре мотиватора, да, которые будут способствовать, да, и их понимание того, собственно говоря, что влияет на мотивацию наших кандидатов, это прежде всего материальное, эмоциональное вознаграждение, то есть насколько оно присутствует, да, в организации, ну, и, собственно говоря, в HR-процессах, да, это эффективно настроенные системы, это ясность предназначения, то есть четкое понимание, зачем меня нанимают, с чего от меня ожидают, а куда двигается организация при этом, а четко ли она обозначена для себя стратегию и конечные результаты, ну, и насколько наши таланты, таланты наших кандидатов и будущих сотрудников, они раскрываются в организационном контексте, и в соответствии с этим, да, возникают четыре демотиватора, да, то есть вот ситуация, когда эти мотиваторы не работают в бизнесе, да, это как результат низкое доверие, отсутствие ясных целей и видения у организации, это бюрократизированная и несогласованная система, и, собственно говоря, недоиспользованный потенциал наших сотрудников, что, собственно говоря, наверное, в большей степени является практикой, да, потому что, вот согласно исследованиям, в среднем сотрудники говорят, что вот их потенциал используется на рабочем месте только на 40%, вопрос, вот одеваются остальные 60%, где они раскрываются и, так сказать, применяются. Вот, как мы можем использовать в рекрутменте, да, что важно учесть HR-командам, лидерам, рекрутерам, рекрутмент-менеджерам в этой области? Навык затачивания пилы я думаю про он про системность и он про правильное восприятие процессов. Объясню. Когда возникает вакансия, наши руководители идут на и и делают это они только когда их позовут на то есть возникает вакансия. Есть департаменты, где не возникает вакансия и эти люди они теряют навык. Всем первым руководителям, руководителям департаментов я всегда рекомендую обязательно провести интервью периодически, тратить тратить время даже на то, чтобы увидели какого-то талантливого человека потенциально подходящего вам в департамент и вы можете его взять в резерв как говорится под как говорят под под карандаш его взять на заметку что вот случай чего даже если у вас нет вакансии постоянно продолжайте мониторить рынок. То есть опять же напомню рекрутмент это где-то как золотоискатели мы постоянно моем песок ищем тех самородков. Соответственно хотите держать свою пилу острой а не того чтобы навык интервью у вас был всегда вот так. Вспомним кандидатов которые 5-10 лет не искали работу потом выходят на рынок и испытывают максимальный стресс от того что они пошли на интервью как говорится уже там 35-40 лет человек там с опытом работы а он трясется как первоклассник перед работодателем почему потому что не ходит на интервью нету этой наточенной пилы не ходит на интервью ходите на интервью вы кандидат вы для себя ходите на интервью обязательно раз в несколько месяцев просто сходите на интервью посмотрите чего вы стоите прогресси свои навыки заведите новые знакомства тем самым сделайте свою проявленность на рынке обновите пыль стрекните со своего пиджака который вы не одевали на интервью до пиджа галстук давно не лада допустим если вы работодатель занимайтесь интервью систематически соответственно бренд работодателя каждое интервью это ваша пиар акция научитесь правильно пиарить свою компанию то есть каждый раз когда вы приглашаете кого-то к себе вы проводите пусть это будет вашему с покорением то что вы не тратите время вы делаете навык для себя вы обновляете свои network вещи вы отдайте свой навык который стал и плюс вы еще делаете пиар акцию компании отработайте эти три момента для себя вы сделаете очень большое благо и для человека и для себя и для компании завтра этот молодой человек выйдет и скажет там классные спецы сидят знал что эта компания я даже не знал что вообще такой рынок есть оказывается видите там ты такое-то узнал да то есть очень важно поэтому навык затачивание пилы напрямую связан с рекрутментом обязательно это нужно делать и это очень важно с моментами допустим техники задавания вопросов очень важно что вы постоянно помните про воронку вопросов очень правильно вы помните про компетенции вы знаете как отрабатывать как находить индикатор во время задавания вопросов то есть вы не ссылаетесь на какие-то домыслы додумывания за кандидат вы правильно находите те индикаторы на которых вы потом будете опираться вы правильно ведете записи они вот эти воду каракули которые потом сами не можете разобрать я столько раз видел людей которые на полях ведут какие-то каракули потом сами не могут понять что они там наделали а на десятом тридцатом кандидате они уже забыли что они там написали сесть распечатать полный бланк в excel и раскидать имена фамилии нормальные телефоны какие-то уже понятные критерии сделать себе графу для записи примечаний это же очень мне кажется 7 навык это еще и про то сколько количество интервью в день можем проводить но вот я сторонник того что это не более двух-трех в день потому что потом это уже выхолощивание какой-либо энергии да и собственно говоря уже мне кажется вот уши закрываются вот там уже ничего не услышал если бы так валера у меня было 36 интервью в день у меня 36 интервью в день бывало у меня было 24 интервью в день я согласен с тем что сейчас например век тик тока время интервью сократилось то есть я могу сказать я могу так сказать спеца с 10-15 летним опытом раньше интервьюировали полтора часа потом это опустилось сократилось до часу далее это сократилось до 40 минут сейчас максимум который тратится на кандидаты чаще всего это 20 минут то есть если вас интервью 20 минут и более это круто ну в наше время тик тока инстаграма это круто значит с вами вам выделили очень много времени сейчас сейчас есть руководители которые хотят провести интервью за 10 минут я просто уговариваю пожалуйста не проводите интервью 10 минут это это уже слишком мало то есть да вы предусмотрено можете конечно сделать структуру вопросов изучить максимально дополнительные вопросы узнать вне встречи чтобы не возвращаться к ним да подтвердить кое-какие-то моменты и сфокусироваться только на таких ключевых аспектах которых нужно но все-таки хотя бы 20 минут поэтому молодые руководители или это руководители уже опытные да такие зрелые но они почему-то решили так сказать оптимизировать процесс рекрута все практически все взрослые кстати говоря консервативные они больше за полчаса 40 минут пока поэтому конечно в идеале лучше сделать полчаса интервью потому что есть бывает иногда нужны люфты там если у тебя график на батарею интервью то можно поехать по графику поэтому лучше конечно попу хотя бы и в день минимально ну наверное два интервью извиняюсь 4 интервью до хотя бы минимально самый минимум дать самый минимум это два до обеда два после обеда как минимум тогда работодатель департамент начальник департамента может успеть делать еще и свои дела абсолютно без потерь час час до обеда час после обеда никакого криминала в этом если уже больше до 8 кандидатов вполне себе продуктивная двенадцать это уже это очень сильно вы как говорится нуждаетесь и готовы отложить свои дела чтобы сесть уже интервью как то я правильно понимаю что сейчас мы говорили про интервью которое проводит руководитель на самом финальном этапе то есть перед этим уже было несколько этапов интервью да там глубинное да какое-то интервью по компетенциям до этого какое-то отсеивающие там такое blitz интервью в виде по телефону и так далее либо это вообще в целом да все интервью да мы можем схлопнуть 10 минут и определить на сколько кандидат нам партнер опять же смотря какая идет фильтрация допустим если проходил через рекрутера потом через HR менеджер там или HR директора и после этого с начальником отдела после этого еще и с первым руководителем то часть его начальный этап идет такой короткий то есть выяснение базовых вещей окей все уточнили уточнили готов для следующего уровня с HR менеджером или HR директором идет через проходит через HR и далее это такое более глубокое интервью чаще всего где-то минут хотя бы 40-30 после этого интервью с нанимающим отделом который по сути делает принципиальное решение что хочу не хочу и уже по правилу дедушки нужно финальное интервью организовать с руководителем и тут уже зависит от того как выстроены отношения с первым руководителем если первый руководитель доверяет что ну ты себе в отдел нанимаешь HR смотрел рекрутер нашел вы все троем сказали окей как бы формально покажи мне я посмотрю несколько вопросов задам и дам свое принципиальное добро и на это уходит там 10 минут либо же у него может быть другое отношение он будет более такой дизированный более пики может сам человек по натуре микроменеджеры может быть он будет хотеть найти брешь в работе там какого-то предыдущего фильтра может затратить больше времени также как налажен процесс зависит индивидуально но в целом по степени важности ну вот вот так да то есть грубый фильтр рекрутер потом идет HR после HR там техническое интервью либо можно его назвать интервью с следующим отделом и финальное интервью с первым руководителем да между может быть какие-то опросники тестирования дополнительные инструменты может быть какие-то дополнительные отчеты которые заполняются на смотря какой уровень сложности хочет ли компания тратить там 50 100 долларов на какой-то дополнительный отчет пожалуйста там по воронке можно смотреть в целом вот как бы этапы отбора они такие вот хорошо спасибо большое на самом деле это очень важно что вот мы проговорили эти моменты для коллег которые планируют участвовать в тренинге я хотел бы напомнить что мы будем работать по пяти практикам да и вот отсек и отбор это две из них отдельные практики рекрутмента да и очень важно понимать логику лучшие практики и собственно грязь семь навыков да начиная со стратегического анализа бизнеса и заканчивая телом отбором и мотивацией увеличением кандидатов ну собственно говоря если вот у кого-то появился интерес да поучаствовать в таком тренинге напомню что он создан не только для HR команды но и для руководителей да лидеров организации те кто нанимает лучшие для своих команд ну что называется добро пожаловать вы можете увидеть ссылочку под этим видео пройти туда и собственно для запросить регистрацию для участия вот ну на этом собственно говоря мы завершаем наш сегодняшний эфир в рустам большое тебе рахмет за участие за инсайты за лучшие практики я думаю что многим для многих прояснилось очень многое да и я думаю что вот преломление да рекрутинговых навыков через семь навыков высокоэффективных людей думаю даст новую пищу да для так сказать развития и обновления да вот в этом направлении и собственно до новых встреч спасибо было очень приятно до новых встреч